Привет, друзья! Я Владимир Барабаш, и сегодня я расскажу вам о нашей автоматической системе полива. Она управляет через интернет, может применяться в теплице или для полива участка. Включает в себя два элемента – центральный блок управления и гидроузел с клапанами. Содержит три клапана – расходомер. Сперва расскажу про центральный блок управления. У него три варианта выхода в интернет. Это GPS-модем, видите, наверху стоит антенна. Это Ethernet в уличном исполнении и Wi-Fi-модуль, который встроен непосредственно в центральный блок управления. У центрального блока четыре выхода. Они снабжены бирками, расходомер воды и три клапана полива. Вы соединяете провод расходомера воды, который выходит из центрального блока управления, с проводом расходомера воды, который выходит из гидроузла с клапанами. Соединение в уличном исполнении очень простое. Вставили, закрутили, все готово. Дальше вы соединяете все три провода клапанов, а теперь пойдемте покажу, что внутри. Гидроузел клапанов. Это расходомер. Провод от расходомера уже подключен к центральному блоку управления. Мы это сделали с вами снаружи. Устанавливаем гидроузел на специально подготовленные кронштейны. Их можно купить на любом строительном рынке. Затягиваем стяжки. Подключаем провода к клапанам. Полярность не важна. Устанавливаем крышки на клапана. При этом обратите внимание, на крышках есть номера. И подключаем шланг подачи воды. Все, гидроузел смонтирован. Чтобы гидроузел клапанов работал корректно, каждый клапан снабжен тройником. Это нужно для того, чтобы сделать сапун. Вы берете небольшой отрезок шланга с муфты на конце. Соединяете его с верхним разъемом тройника. И выводите шланг выше уровня бочки. Тогда клапан будет работать корректно. Затем вы берете небольшой отрезок шланга. С двух сторон ставите муфты. И подключаете к нижнему разъему тройника. Все, теперь можно подсоединять либо систему капельного полива, либо полив ландшафта на вашем участке. Мы предлагаем в нашем интернет-магазине шланг из пористой резины. Его производительность оптимальна для нашего расходомера. Подсоединяем этот шланг к нижнему разъему. Все, теперь посмотрим, как этим можно управлять. Самый простой способ это включить полив на центральном блоке управления кнопкой. Нажимаем, кнопка начинает мигать, полив включился. Но вы кнопкой включаете сразу три клапана полива. Это не всегда удобно. Лучше это использовать мобильное приложение или веб-сайт. И там можно настроить как включение полива кнопкой, так и автоматический режим. Сейчас я покажу, как это сделать. Вначале о ручном управлении. Если у вас теплица и полив происходит из бочки предварительного нагрева, то вы используете клапан бочки. Он служит для наполнения бочки из водопровода. Если у вас ландшафтный полив, то вы можете управлять напрямую клапанами полива. Им можно дать название, например, томата. Для настройки автоматического режима вначале перейдите в раздел «Опции» и включите соответствующую подписку. Кстати, на веб-сайте это сделать дешевле, чем в мобильном приложении. Затем перейдите в раздел «Сценарии» и настройте график работы отдельно для каждого клапана. Например, наполнение бочки. Его удобно делать утром. После этого укажите те сценарии, которые должны работать при включении автоматического режима, перейдите на главную страницу и включите автоматический режим. Все, ваш автоматический полив работает.